Доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Елена Самарина. И вот главные события к этому часу. Больше 300 миллионов рублей направят в Барнауле на благоустройство парков. В администрации краевой столицы прошло совещание, на котором обсудили план работ на этот год. 100 миллионов получит парк Изумрудный. Там собираются обновить входные группы и ограждения. На территории возведут амфитеатр на 150 человек. Также продолжат устройство пешеходных дорожек и их освещение. Рабочие восстановят исторический Томский тракт и построят парковку со стороны Сибирского проспекта. Еще свыше 100 миллионов направят на восстановление парка Юбилейный. Работы по благоустройству начались в прошлом году. В планах установить освещение, видеонаблюдение, скамейки, урны и туалеты. Не отстает и парк Центральный, в котором отремонтируют пешеходные дорожки, установят освещение, видеонаблюдение, высадят деревья и отремонтируют фонтан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Пресс-служба Здорового образа жизни и правильного питания. Медицинское обследование пройдет с 11 до 16.00 в торговом центре «Пионер». Адрес Ленина 102В. С собой нужно иметь паспорт с НИЛС и полис ОМС. Барнаульская школьница Кира Серова исполнила песню на композиторской елке в Москве. Такой концерт в нашей стране прошел впервые. Среди участников победители международного конкурса имени Иосифа Кобзона. На этих кадрах 10-летняя Кира Серова исполняет песню на композиторской елке в Москве. Такое мероприятие в России проходило впервые. В зале Москонцерта выступали лауреаты международного фестиваля конкурса имени Иосифа Кобзона «Красная гвоздика». Среди них была и барнаульская школьница. Это, мне кажется, соревнование с самим собой. Когда ходишь на концерты, у тебя появляется много смелости, и ты легко можешь ходить на мероприятия и не бояться. Кира учится в музыкальной школе по классу фортепиано и занимается в студии эстрадно-джазового вокала. Сюда пять лет назад ее привела мама. Она начала с того, свою жизнь как человека, именно не из слов каких-то, а с пения. Она повторяла на слух мелодии, начиналось что-то там ла-ла-ла-ла, а потом громко запела. Кира выступала на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. Во многих занимала призовые места и становилась лауреатом. Три года назад девочка прошла все кастинги в шоу «Голос дети». Но на слепых прослушиваниях Кира не выступила, поскольку на тот момент все наставники уже сформировали команды. Нашего ребенка оставили как резервника на следующий год. И когда мы приехали на следующий год без кастинга, нам не разрешили поменять песню, а она уже выросла. Конечно, для Киры это был переломный момент, потому что она спела эту песню, которая уже была два года, она ее уже переросла. Мы уже пришли к гораздо более серьезному материалу, с которым она без сомнений бы развернула бы к себе все кресла. По словам мамы и педагога девочки, она ранимая и в то же время очень упорная. В будущем Кира Серова мечтает стать известной артисткой, чтобы о ней узнала вся Россия. А пока юная певица не перестает трудиться и каждый день идет к своей цели. Елена Самарина, Сергей Балуев. Новости. На этом у меня все. Хорошего дня.